Армавирцы вместе со всей страной отметили День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней наших сограждан. С тех пор прошел 81 год, но скорбь россиян не утихает. В Армавире состоялось традиционное памятное мероприятие, на котором почтили всех, кто погиб в годы Великой Отечественной. Среди них было немало родных и близких жителей нашего города. Участниками памятного мероприятия стали первые лица города, военнослужащие, духовенство, общественность и молодежь. Они говорили о том, что нужно ценить мир, который завоеван немалой ценой. Также на мероприятии поблагодарили ветеранов Великой Отечественной, которые с оружием в руках защищали страну и ее будущее. Я обращаюсь к молодежи. Мы никогда не должны забывать то, что случилось. В этот день мы скорбимо помним о погибших в той Великой войне. Хочу пожелать здравия ветеранам, которые сегодня рядом с нами. И будем всегда помнить всех погибших, невидно убиенных в той страшной войне. В годы войны на фронт ушло около 30 тысяч армавирцев. 11 тысяч из них не вернулись домой. 22 июня стала национальной трагической датой, поскольку потери понес каждый населенный пункт и каждая семья. В России день начала войны включен в официальный перечень памятных дат, как День памяти и скорби. В судьбе, потому что погибли миллионы, разрушен Армавир, Кубань, вся страна, разрушена экономика, в каждой семье поселилась дворе. И это День памяти, потому что мы должны помнить. И мы не имеем права освободить память эту великую жертву. Память погибших в Великой Отечественной войне состоялась минута молчания. А затем представители администрации Армавира и горожане возложили венки и цветы к подножию мемориала. Сколько бы лет ни прошло, эта традиция не меняется, поскольку никто не забыт и ничто не забыто. Влада Волошина, Евгений Холманский, служба информации телеканала 360 Армавир.